МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ветты. Вечерний Вестник. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях Пермского края расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предвыборную программу утвердят в августе. Партия власти обнародовала региональные списки на предстоящие выборы. Ущерб в 56 миллионов рублей. В Перме осужден основатель пельменной пирамиды. Пострадавшими признано 200 человек. После вкусе Дягилевский фестиваль официально закончился. Что давали на закрытие и чем обусловлен выбор? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые партийные лица. Курс на решение вопросов избирателей. Итак, на съезде «Единая Россия» сформулировали главные направления в своей деятельности. Сама подробная программа будет представлена в августе. Сейчас, говорят, в партии важно собрать предложения от избирателей. Екатерина Рухтина о решениях, принятых на съезде. Поддержка семьи с детьми. Поддержка детства в целом. Это образование. В самом широком смысле этого слова. От школы до университета. Это здравоохранение. Это представление интересов страны. Это ключевые направления будущего развития страны. Именно они лягут в основу предвыборной программы «Единой России». Векторы работы партии определены на состоявшемся 20-м съезде в Москве. Это в первую очередь защита детства, материнства и детства. Это создание комфортных условий для проживания, поскольку это опосредованно влияет тоже на здоровье. Это экология, это развитие предприятий, помощь малому, среднему бизнесу в условиях пандемии, в которой мы живем уже больше года. Поэтому все это ляжет, безусловно, в те направления, которые задал президент, они лягут в основу нашей предвыборной программы. В своей предвыборной кампании «Единая Россия» берет курс на привлечение новых лиц. Федеральный партийный список возглавит пятерка во главе с Сергеем Шойгу. Региональные части списков партии возглавили и губернаторы, и полномочные представители президента. В списке по Пермскому краю, по выборам в Госдуму и Заксобрание возглавит губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он подчеркивал, цели краевой власти и партии совпадают. Работа для изменения жизни людей к лучшему здесь и сейчас. Тренд этого года – пропуск в большую политику получают волонтеры, которые внесли свой вклад в борьбу с ковидом. Мы начали работать с марта, помогали пенсионерам, пожилым людям, которые не могут покупать, выходить на улицу. Мы им помогали. Я считаю, что очень хорошо, что президент уделяет большое внимание волонтерству, потому что именно волонтеры повлияли на решение проблем в период пандемии. И очень хорошо, что уделяет большое внимание молодежи. Список решенных задач за прошедшие 20 лет внушительный, но, как отметил президент, куда важнее сейчас те задачи, которые еще только предстоит преодолеть. Вот та программа, которая будет приниматься на съезде, она была принята именно народная. Именно было больше уделено вопросов, и, кстати, о чем и говорил президент, социальной направленности. Поэтому я уверен, что те кандидаты в депутаты и Государственные думы, и потом на местах будут представлять самые незащищенные слои населения. Вторая часть 20-го съезда партии пройдет в августе. Тогда же будет утверждена окончательная версия предвыборной программы. Сейчас ее будут обсуждать в регионах. Стратегические задачи обозначил президент. Теперь в партии ждут предложений от избирателей. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «ВЕТТА». Здравоохранение, образование и лесопромышленный комплекс – это самые коррупционные отрасли в Прикамье. Проблематику обозначили сегодня на заседании региональной антикоррупционной комиссии. Сейчас особое внимание надзорных органов к реализации национальных проектов. Контроль за расходованием здесь средств также будет особым. За прошедшие пять месяцев в Прикамье выявлено 368 преступлений коррупционной направленности. Из них 80 преступлений были совершены в органах государственной власти. Но положительная динамика все-таки есть, отмечают в краевом правительстве, где состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Прикамье. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился в два раза. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в части борьбы с коррупцией особое внимание необходимо уделять реализации национальных проектов. Особое внимание хотело бы уделить реализации национальных проектов, поскольку достаточно серьезная сумма выделена на реализацию целей достижения национальных целей. И, конечно же, эти денежные средства требуют особого контроля для того, чтобы мы максимально могли предотвратить коррупционные правонарушения и преступления. А самое главное, если они были выявлены, то была бы неминуемость наказаний. Распределение различного рода субсидий тоже одна из ключевых задач, чтобы мы еще раз посмотрели на процедуру распределения субсидий, чтобы они были максимально открытыми и прозрачными, чтобы критерии были объективными и максимально это тоже происходило в электронной форме. Из всех выявленных преступлений правоохранительными органами при Камье примерно 30% из 368 преступлений приходится на сферу здравоохранения. Кроме того, значительные факты коррупции были выявлены и в сфере образования и лесопромышленного комплекса. На особом контроле как в прокуратуре, так и в ГУ МВД России по Пермскому краю стоит данное направление деятельности. По итогам работы за пять месяцев 2021 года всеми правоохранительными органами по линии ЛПК выявлено 38 на 16 плюс 22 преступления экономической направленности, в том числе 8 экономических рубок, по которым лица, совершившие данные преступления, установлены, расследуются уголовные дела. По поручению главы региона в ближайшее время необходимо увеличить процент электронного предоставления услуг гражданам, особенно по самым коррупционно емким направлениям. Это позволит сократить взаимодействие между чиновником и гражданином и как следствие повлиять на снижение роста коррупции. Этот же механизм поможет предотвращать преступления в лесной отрасли. Проработать вопрос глава региона поручил Министерству связи при Камье. В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор опубликовал новые данные исследований. Из новых заболевших 14 человек проходят лечение в больницах, 114 – амбулаторно, на дому под наблюдением врачей. Больше всего заболевших в возрастной категории от 30 до 49 лет – 51 человек. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, на 21 июня с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 277 тысяч жителей. Из них 228 тысяч полностью завершили курс иммунизации. Им введены первые и вторые компоненты вакцины. За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 12,5 тысяч человек. Еще почти 15 700 закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что на сегодня в регионе для записи на вакцинацию доступны 56 тысяч слотов. 198 официально пострадавших, общая сумма ущерба – 56 миллионов рублей. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении основателя так называемой «пельменной пирамиды». Он признан виновным в мошенничестве. О подробностях этого дела и приговоре суда Юлия Рожкова. Татьяна Григорьевна копила деньги на операцию, когда ей попалось на глаза объявление о дополнительном заработке. Условия простые. Предприниматель займет деньги на развитие бизнеса и вернет на 50% больше. Подкупила то, что вложиться предложили в существующее дело. Пельменный двор, пельмени. Ну, эти пельмени действительно есть, эти пельмени продаются. Посидели два молодых человека на компьютере. Они договоры заключали, все. Паспорты, мои данные, их не данные. Казалось, производство успешно работает. Продукция распространяется в нескольких точках, повсюду реклама. Время шло, но деньги 80-летней женщине никто не возвращал. 300 тысяч бесследно исчезли вместе с предпринимателем. Женщина оказалась в компании таких же обманутых вкладчиков. На самом деле, больший объем денежных средств обвиняемый тратил на личные нужды. От действий злоумышленника пострадало 198 граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 56 миллионов рублей. Мужчину, построившего финансовую пирамиду на производстве пельменей, признали виновным в совершении мошенничества. Я знаю, с чем у нас в стране имели шести лет, и четыре года. Пельменного мавроди взяли под стражу в зале суда. Кроме того, потерпевшие намерены взыскать причиненные убытки в рамках гражданского судопроизводства. Волонтеры в Перми обустроили Ягошихинское кладбище. Международная акция стартовала еще в апреле и заканчивается 22 июня. Силами добровольцев по всей стране обустраиваются воинские захоронения. В Перми перебрались не только на Ягошихинском некрополе, но и на других памятных для города местах. Материал Валерия Ермаковой. Могила Сергея Васильевича Бакина, журналист. Могу предположить, что, скорее всего, он был военным журналистом, так как обычно люди, которые занимались корреспонденцией, они и на фронте были. Предположить, сколько на Ягошихинском кладбище захоронений участников Великой Отечественной войны сложно. Этим вопросом занялись волонтеры Победы. Ежегодно они принимают участие в международном субботнике по приведению в порядок мемориалов, памятников и могил ветеранов. В этом году волонтеры взяли под патронаж и Ягошихинское кладбище. В течение нескольких месяцев мы мониторили состояние памятников, искали информацию в архивах, на известных электронных архивах. Если находили подтверждение, что человек действительно воевал, есть история. И если мы видим, что памятник мы можем освежить своими руками, то мы его вставили в план. Также в планах есть заменить таблички, где-то заменить ограждения. И будем искать партнеров и возможности менять. Убрать сорняки, листья, мусор, старую краску и нанести новую. К инициативе волонтеров присоединились неравнодушные жители краевой столицы. Директор одной из пермских управляющих компаний предоставил лакокрасочные материалы, инвентарь для работ и сам подключился к благоустройству. Игорь Шихинское кладбище находится в самом центре города. Оно между собой объединяет несколько районов. Местные жители, которые здесь поблизости проживают, они его используют уже как парк. Если зайти вглубь кладбища, то можно обнаружить довольно-таки большое количество заброшенных могил, участников Великой Отечественной войны. Их нужно приводить в нормативку. То есть делать это нужно не обязательно 9 мая, либо 9 мая. Мне кажется, в летние периоды каждого года необходимо заниматься такой деятельностью, набирать народ для восстановления. Потому что нашу историю надо чтить в любом случае. Александр Ахмельшин планирует и дальше оказывать поддержку волонтерам Победы. Потому что, несмотря на то, что международный субботник проводится с начала апреля и до 22 июня, пермские активисты планируют и дальше облагораживать захоронение на Игошихинском кладбище. Валерия Ермакова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта». Пермикам показали образцы современного вооружения, боевой техники, а также трофеи, отбитые у боевиков в Сирии. Наш город посетил военный эшелон с передвижной выставкой «Мы – армия страны, мы – армия народа». На Пермь второй эшелон прибыл 20 июня. В его составе 17 вагонов, в каждом экспозиция на ту или иную тематику. Отдельно на трех платформах были размещены бронеавтомобиль на базе КАМАЗа «Тайфун-К», танк Т-90АМ и другая техника. Для всех желающих по всем вагонам провели экскурсии. Вот эти бронежилеты у нас выдерживают попадание до 10 пуль 7,62 и попадание снайперской винтовки СВД. По оборудованию блокпостов оборудуются с помощью вот таких вот габионов. Это называется фортификационное сооружение полости. На полости наполняется местным природным материалом. Получается укрытие для личного состава, для укрепления для зданий и для техники. Военный эшелон с выставкой путешествует по всей стране. Всего на пути следования военного музея 51 город. Из Перемьи тематический эшелон отправился в Сыктывкар. Затем в Киров, Казань, Саранск, Рязань. 27 июня он вернется в Москву в парк «Патриот». Сними наушники, возьми ребенка за руку. Такие надписи на асфальте появились в Чайковском перед пешеходными переходами. Кто автор идеи и кто исполнитель, знает Екатерина Рухтина. Она подготовила рубрику «Новости региона». Добрый вечер. В Пермском крае в ночь с понедельника на вторник, 22 июня, временно перекроют федеральную трассу М7 «Волга». Ограничение будет действовать с 450 по 459 километр автодороги около Краснокамска. Причина – строительство транспортной развязки. По данным Дорожного ведомства, движение для транспорта будет закрыто с 0 до 2 часов ночи, а также с 3 до 5 часов утра. Водители просят заранее планировать пути объезда. Напомним, сейчас под Краснокамском проводится реконструкция 9-километрового участка трассы М7 «Волга». Там планируется расширить автодорогу до 4-х полос. Кроме этого, появится один надземный и три подземных пешеходных перехода. После реконструкции максимальная скорость на участке трассы составит до 110 км в час. Накануне Дня медицинского работника Центральная конкурсная комиссия Минздрава подвела итоги и определила победителей всероссийского конкурса «Врач года». В числе победителей трое врачей из Пермского края. Это Максим Брехач, врач-анестезиолог-реаниматолог Краевой детской клинической больницы. В номинации «Лучший фтизиатр» первое место присудили Екатерине Кузнецовой, врачу-фтизиатру отделения легочного туберкулеза для взрослых номер 3 клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Второе место в номинации «Лучший участковый педиатр» получила Светлана Чугайнова, участковый врач-педиатр городской больницы из Лысьвы. В Чайковском рядом с пешеходными переходами на асфальте появились трафаретные надписи «Возьми ребенка за руку и сними наушники». Их нанесли краской участники всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» и краевого профилактического мероприятия «Лето – это жизнь». Это госавтоинспекторы, представители общественного совета при Чайковской полиции, а также дети и подростки, посещающие школьные лагеря. Также участники акции раздали прохожим памятки безопасного поведения на дороге, привлекая внимание местных жителей к тому, что надо быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения, находясь на проезжей части или вблизи нее. На этом у меня все. Материал для размышлений и повод для внутренних перемен, так говорят о Дягилевском фестивале этого года. Мероприятие официально завершено, чьи произведения звучали на закрытии и чем обусловленных выбор в материале Полины Рифа. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», – говорил о композиторе другой великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Божественное присутствие гения очень хорошо ощутило и публика Дягилевского. Произведения австрийца закрывают Пермский международный фестиваль 2021 года. Моцарт – это действительно особый для нас композитор, потому что когда мы были в Перми, был в Европе феномен пермского Моцарта, связанный с именем Оркестра Музыка Этерна, Оркестре Хора. И так получилось, что экспертное сообщество и музыканты признают наши трактовки и в какой-то степени они являются сейчас для кого-то эталонными. Но тот факт, что нас приглашают в Зальцбург, мы там резиденты, это очень ответственно для нас, и мы очень рады тому, что мы можем представлять Россию на этом крупнейшем музыкальном форуме. Это всегда очень для нас так глубоко и волнительно. Мы с особым чувством всегда ездим в Зальцбург. Напомним, Зальцбургский фестиваль – ежегодное летнее музыкальное событие в австрийском Зальцбурге. Одно из самых известных вообще в мире. Собственно, именно туда и отправится обладатель премии «Каста Дива» и «Золотой маски» Оркестр Мьюзика Этерна после пермской истории. А это уже десерт после основного блюда – автопати Дягилевского Нашпагина. Здесь гостей знакомят с самой стильной музыкой современности. С точки зрения организаторов, конечно, в 21-м году. Это нестыдный русский постпанк, группа «Утром», бесстрашная нордическая электроника, коллектив «Пьюс Мэри» и бойкая берлинская техна под названием «Швеффельгельб». «Я тот счастливчик, которому повезло побывать почти на всех событиях фестиваля. Это и концерты театуры, и псалмы, и мистерия, и перформанс Пиппинтома, и то, что мне очень нравится на этом фестивале – это открытость новым идеям. Отсутствие страха в экспериментах. Фестиваль – коллаборация танца, музыки, перформанса и выставок. И отдельно хочется сказать об аудитории, о людях, их готовности к приятию новых идей. Мне, как создателю, как творцу, очень приятно наблюдать и работать с этой аудиторией». Увеличивала аудиторию компания «Дом.ру», обеспечивала прямую трансляцию событий в фестивальном доме Дягилевского, куда вход был свободным. «Мы очень активно работаем над тем, чтобы искусство, а это во многом элитарное искусство, стало доступно всем, кому это интересно, кого это увлекает. Меня интересует также современное искусство, современная музыка, и вот этот вот процесс, когда классическая музыка и электронная музыка объединяются, мне кажется, что это невероятно интересно и привлекательно». На 11 дней Пермь стала перекрестком всех ветров. Самые свежие веяния того, что происходит в мировом искусстве, мы могли наблюдать именно здесь, у нас. Не только наблюдать, но и грамотно разобраться с ними. Нам помогала образовательная программа. Все события фестиваля – это прежде всего материал для размышлений и усовершенствования своих собственных представлений о себе и мире. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В честь своего 30-летия телекомпания «Ветта» разыгрывает призы среди зрителей, условия участия и сами розыгрыши проходят в эфире программы «Утренний вестник». Не пропустите. Я Антон Шибанов. На этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и приятного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...